Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать в нашем консультационном центре, вернее, в его актовом зале, в котором проводятся наши мероприятия. Меня зовут Елена Орлова, Елена Витальевна, может быть, кому-то так, но мы по-европейски. И я директор, представитель Болгарского региона компании «Биомедис». Компания «Биомедис» — это новый уровень жизни, это новые технологии здоровья и долголетия. Здоровье и долголетие — это то, что интересует всех и каждого. И нету человека, который бы не был заинтересован в том, чтобы не обращаться к врачам, не был бы заинтересован в том, чтобы были здоровы его дети. И, конечно же, то, как бежит наше время быстро. Как много информации мы получаем, инфоперегруз, физический перегруз и другие вещи, которые происходят в современном мире. Я думаю, что эти технологии помогут нам выжить, преуспеть и иметь высокое качество жизни. И сейчас я хочу представить вам наших гостей, которые к нам приехали не случайно. Они приехали из города Львов. Это представители компании «Биомедис» на Украине. Олеся и Виктор Халецкий. Олеся и Валентин Халецкий. Доброго дня всем. Мы из Львова, поэтому для нас, наверное, традиционно будет говорить с другой и украинской мовой. Надеюсь, что все понимают. И сегодня мы будем говорить о том, что в нашем жизни, безусловно, важнейшее. Про те ценности, которые относятся каждого из нас. Значально, что это про наше здоровье. Меня зовут Олеся Халецкая. Я с технологиями здоровья и долголетия познакомилась еще три года назад. И с того часу у нас в Львове взялся консультаційный центр, единственный в Захидному региону Украины, который занимался безусловно технологиями биорезонанса. И что такое взагалі биорезонанс? И что такое взагалі ци технологии? Ну, в первую очередь, давайте слідаем про то, что за последних сто лет наше життя очень изменилось. Життя людей очень изменилось. В нашем жизни появилось очень много разных предметов, которые практически заполонили наш повод. Тобто, это и правильные машины, и холодильники, и телевизоры, уже не говорящие про мобильные телефоны и компьютеры, которые буквально за последние 20 лет, насколько грибоко вошли наше життя, что некоторые люди просто не могут больше выявить свое життя без использования этих вещей. То есть без мобильного зв'язку и без интернету. Но если мы подумаем о том, когда это появилось, то мы задумываем, что это только 20 лет назад. Если мы запитаем себя, для чего мы себя оточьем постельно с этими вещами, то ответ будет достаточно на самом деле. Потому что они нам несут одну простую ценность. Это комфорт. И саме благодаря этому комфорту мы пытаемся постельно чему-то себя оточьем, и постельно до этого человек идёт, и прагнит, чтобы все было комфортно. У нас, звичайно, швидкий рейтинг життя. Постельные перенагрузки, постельные, скажем так, какие-то перенавантажения, стрессы. Все это, чтобы все было комфортно, и, звичайно, еще одна ценность, которая стоит не на другом, а на первом месте, это, звичайно, что здоровье. Потому что, когда мы себя доброе почуваем, для нас уже это нормально, когда, скажем так, тогда уже начинает быть цикавой все инше в жизни. И поэтому, звичайно, здоровье, каждая сучасная людина прагне быть здоровой. На данном этапе у нас є тисячу возможностей, как мы можем быть здоровыми. Это и здоровье харчувание, биологично активные добавки, разные соки, продукты, харчування и так далее, и так далее. Купа эко-магазинів, которые нас оточат на каждом городе. Это и занятия спортом. И, звичайно, это походы медицинских центров. Но, если мы так бы разобрались, то, сколько времени мы определяем профилактике, сколько времени мы определяем чтобы заниматься своим здоровьем, то, если я скажу, что поднимать руки, кто каждый день делает зарядку, или бегает, или, например, делает какие-то справа для своего здоровья. У тебя людей, да, я ловлю. Хотя я не сказала, это будет очень большой процент. Почему так случается? Почему мы вернемся до рекординации тогда, когда в нашем жизни остается какая-то проблема? Тогда мы уже делаем медицинские центры, приносим тут и купу грошей, залишаем там багато своего ресурса, такого, как час. И, снова же таки, приходим до того, что мы можем и навсегда отримать важный результат. Ну, и ответ в том, что мы прагнемо постійно до комфорта. Что мы хотим, чтобы все это было максимально комфортно. Чтобы нам не нужно было думать, сгадывать, не нужно было, скажем так, делать какие-то надзусилля, вытрачать надресурсы для того, чтобы это отримали. И у некоторых людей появилась такая мрія. Знаете, как у мобильных телефонов, это такая мрія, чтобы всегда был звездок. Також у некоторых людей появилась такая мрія, чтобы лікар был всегда в кишени. И это, здавалось, просто мрією. Как лікар может быть в кишени? Ну, это же просто взагалі. Но я вам скажу, что сегодня саме те столетия, в яком такие мрії стають реальностью. И сейчас я вас познайомлю с этим лікаром в кишени. Это прилад беомеды Android. Цей прилад дозволяет нам использовать его, скажем так, и жить без хвороб, и, скажем так, лік, которые мы можем принимать. Потому что он объединяет всю терапию, всю поликлинику, аптеку, заменусь в хирургии и реанимации. Тобто, если нам не нужно в хирург, або в реанимацию, значит, нам подходят использовать приборы. Как же працюет прилад беомеды Android? Тут, на самом деле, все достаточно просто. Прилад працює по технологии біологічного резонанса. Він нажимается на кнопочку, загорається екран, пропонує нам его нечинити, мы его нечиняем. И нам пропонует терапию або программирование. Мы заходим в терапию, и тут уже у нас начинается лікувальный комплекс. Нажимаем на кнопку старт. Ну, у меня уже просто включено, он горит. Мы его включили, подушили екран, и уже можем отримувати лікувальный эффект. Сама технология біорезонанса досить давно появилась. Вже майже 100 років, как она существует, и еще минулого столетия в чинении исследовали, как влияют частоты на организм людей. Первое, это было исследование, когда один профессор в Америке сделал величезный микроскоп, и увидел, что бактерии, когда намагающая плазма на них впливает, они начинают светиться. Таким образом, он увидел, что есть какая-то равная взаимодия. И когда эту взаимодию сделан с большей интенсивностью, он увидел, что эти бактерии от этой интенсивности просто разрываются. И на основе этого он сделал свои первые фундаментальные работы, которые потом стали в основе уже безусловно біорезонансной терапии в ее галузе паразитарной. Потому что были другие работы, которые лежали в терапевтичной основе, то есть в программе, которые безусловно впливают на органы и системы людини. Если говорить про программы, которые впливают на органы и системы людини, на терапевтичный напрямь, то эти программы уже впливают безусловно на нас как камертон. Так же, как камертон настроит музыкальные инструменты на необходимую частоту, так же, как и прилаг настраивает наш организм на необходимую частоту и помогает органам и системам за дяки цьому резонансу працювати краще, працювати так, как нужно. Ну, по тому, наскільки, які переваги приборов. Ну, в первую очередь, это его высокая эффективность. Больше 85% лекований хронических заболеваний, больше 95% лекований гострых заболеваний. Что это означает? Это означает, что в среднем в 2 раза больше, чем классических методов, которые еще 200 лет назад не были классическими. Ну, теперь они вважаются классическими. Но, тем не менее, прилад показывает очень высокую эффективность. И именно эта эффективность запротоколирована. Есть соответствующие исследования, есть соответствующие документы, которые показывают, что именно приладом биомедиций можно лековать разные заболевания. Ну, про них еще немного позже поговорим. Ну, безопасность. Безпека – это первое правило лекаря – не нашкодить. Так, если мы не нашкодили, значит, уже все нормально. Цему правилу полностью отвечают. Прилади, потому что, если вы используете правило, не нашкодите, то прилад полностью безопасен. Тут не працює правило. Если мы что-то не лекаем, то инше – сразу халючим. Так, как правило, если мы что-то не лекаем, то инше залишается на том же уровне, на котором оно было, або покращивается. Потому что есть такое понятие хомоостаза, когда, например, один орган начинает работать лучше, он начинает впливать и на систему в целом, и ціла система начинает работать лучше. То есть здесь полностью это правило. Ну, конечно, это комфорт, компактность, бесконтактность приладов, его не нужно, не знаю, отриматься за него, делать как-то надзусиль, достаточно просто кручить на кнопку и уже отримать лекарный эффект. Поставить біля себя, можно так, как сумочку, можно на поезд, можно по-иншому, то есть очень много вариантов. Ну, и, конечно, это экономичность. Ну, кто-то скажет, что на здоровье не можно экономить, да? Гарне зауважение, но тем не менее, когда мы начинаем уже хвориться, когда хвороба стаёт, скажем так, хроничною, тогда просто очень большие кошти, идут на это лекарство. Я сама когда-то потрапляла в такую ситуацию, когда человек уже видит, что просто выходу реально не имеет. То есть это постойные, постойные походы, постойные купивы этих медикаментов, а прилад не только даёт нам выход. И можно полностью забрати эту, наверное, хроническую хворобу, прилад еще и экономичный, потому что один раз придбавший прилад, мы знаем, что мы можем его використовывать постойно для всей семьи, створювать різные профили и уже отримывать комплексный результат, что очень, скажем так, комфортно для використания. Ну, тут мы можем поделиться, какие же программы можно поставить на прилад. Ну, я сразу скажу, что есть 3100 до різноманитных программ лікувальных, а также гиперфилактические. Тут мы поговорим про терапевтичные программы и антипаразитарные. Ну, если говорить про терапевтичные программы, тут такие больше складенные комплексы, такие больше программы, наведенные загального такого характера, то тут можно побачить те программы, которые можно практически ставить практически для каждой люди. Например, активный захист або антистресс. Это программа, которая рекомендуется использоваться каждого дня. Программа активный захист помогает нам защитить себя от различного рода стресса. Если мы ставим ее из-ранки, мы можем почувствовать себя бадьором, нам не нужно даже пить каву. Так, можем уже отримать, скажем так, заряд бадьорості, и мы думаем, что такое грипп, что такое ОРС, что такое недомагание, что такое какие-то, скажем так, проблеми, такого больше характеру, саме повязаного с активностью. Ну, программа антистресс, это программа, которая нужна на ночь, которая ставится на ночь после стрессового дня, когда нужно, скажем так, расслабиться и заснуть. Эта программа помогает нам сняти этот стресс и заснуть. Программа «Глибока очистка організму» это программа, которая тоже ставится на ночь. Я просто сьогодні хочу рассказать, что я хочу, чтобы рассказать, больше детально, самим про программы, которые на нашу зовущность влияют. Потому что для каждого, ну, например, для всех людей, это очень важная, эти программы, потому что саме «Глибока очистка організму» помогает нам очиститься от тих шлаков, от токсинов, от всего того, что мы наш организм накопичем. Если выяснить наш организм как великий комнат, то мы постоянно в ней все заносим. То в ней заносим бады, то заносим ежу, то заносим какие-то там креми и постоянно это накопичем, накопичем, накопичем. И ничего с ней не выносим. Программа «Глибока очистка організму» и антидоксикационные программы, дренажные программы, они позволяют нам это вывести из организма, сделать «Генеральное прибирание». Ну, все знают, что такое «Генеральное прибирание», якое очень важливое, потому что, когда мы будем в час делать такие «Генеральные прибирания» для нашего организма, мы прийдемо до того, что век начинает, скажем так, не то, что уменьшироваться, но начинает приматься на каком-то уровне. То есть, когда человек начинает себя чувствовать все равно бадыром, все равно чувствовать себя лучше, и, если вы видите на эти графики, которые профессора эволювали для тех людей, которые используются приборами в биорезонансовой терапии, потому что уже есть вековые, скажем так, исследования, которые уже на протязи там десятилетий проводились, потому что эта технология меньше практически 100 лет, то мы можем увидеть, что после 40, после 50 лет, график остается стабильным. То есть, он не падает на спад, а остается стабильным. Как раз благодаря этому программу. Я уже не буду говорить про программу безусловно на обличчя, на омолоджение, на тонус обличчя, на круги под очами. У нас есть много разных программ, которые можно запрограммировать, например, ну, 3600 – это большая цифра. И если мы перейдемо до того фактора, который очень сильно на наш организм впливает, по данным Всесвітньої Організації охорони здоровья, близко 80% всех захворюваний начинают с этого фактора, то это как раз ті паразиты, которые живут в нас и сгубно впливают на наш организм. Это, ну, там, с того боку, так. Это и бактерии, и вирусы, и грибки, и гельминти, и наиболее простые. Это все те патологические факторы, которые поселяются в нашу дитиночку, в наших этих багатьевых кимнатах, и начинают там проводить уже свои процессы метаболизма, и таким чином, виходит, что мы, ну, скажем, допомагаем им жити, а они нам не допомагают, а они, наоборот, погрешивают наше життя, погрешивают ягодность нашего життя. Как же с ними боротися? Ну, много кто сейчас знает, какие методы, как антибьотики, и так далее. Но, тем не менее, уже сейчас дошли ученые до того, что очень много этих бактерий настолько мутовало, и простые, это не простая форма, приспособлюется до всего. Потому что мы знаем, что лямблитом, это неможливо вывезти. Ну, кто с этим стекался, кто знает, что это настолько тяжело выводится, что просто нереально. Тут мы можем отримать очень хорошие результаты. Но не только по этому, потому что я в своем житии затихнулася с вирусными захворюваниями, а, в частности, с вирусом Герпеса, через который я пришла в компанию, потому что я колись, ну, я была очень скептична, я ни в чем не верила, но, тем не менее, жизнь оставила меня не то, чтобы верить, а просто на это поделиться. Потому что в какой-то момент пришел такой момент, когда я увидела, что просто выхода нет. То есть эти постепенно иммуномобилюючие препараты, какие-то уколы, какие-то мази и так далее, которые не дают никакого результату, на них треба тратить приблизно раз в три месяца тысячу-півтори гривен, и это постепенно. То есть это не только раз потратить, и там не все життя, да? А это постепенно, и постепенно треба тратить, да? Витрачать, и эффекта такого не было. Когда я попала на диагностику до лекаря, и он мне конкретно рассказал, какие-то вирусы Герпесу, ну, Герпетичной группы за смещением, а в лабораторії мне сказали, у вас вообще Герпесу немає. Так, чому? Тому що антитіла більше не виробляються. Якщо 10 років ви цим хворієте, то, как правило, антитіла вже не перестають вироблятися, і ситуация такая, что можно, я хочу показать, что конкретно это такое. Когда программировали, ну, десь буквально три месяца, был такой курс лякувания, интенсивный, там входили и детоксикация, и антигримии, и программу, ну, то есть все разные программы, в конце этого результате это было еще в 2012 году, до теперешнего часа Семена Никола больше не появлялся. И, благодаря Богу, я отримала одну массу своих результатов, массу результатов своей семьи, друзей, знакомых и так далее. И это, насправді, та справа, которая позволяет нам постійно отримать много результатов, много слов подяки, за то, что люди отримают надежу на одужение. У нас было очень много, когда люди с суховым диабетом, ну, с такими, скажем, хворобами, которые обратились в наш сектор, и отримали там чудовий результат по здоровью, при этом, мающие только прилади компании по-другому. Еще один прилад, как Android, только маленький, это прилад мини, его обмеженные функциональные, трошки меньше, скажем так, чем приладу Android. Это прилад всего лишь на одну кнопку, в него можно запрограммировать комплекс программ, скласти его також из 3100 возможных, его варто використовывать для лякувания домашних тварин, для лякувания маленьких детей и людей старшего века, потому что он на эту кнопку, если для тварин, например, он такой, как флешка, для тварин, например, это может быть, там, не могу повешать, так, на ушейник можно повешать для маленькой дитини, она тоже не может пользоваться, так, как бы таким приладом, то это также очень удобно, очень комфортно, сголожена кнопка и уже отримываем результат. Но, кроме тех приладей, которые впливают безусловно на людину, которые впливают на наше здоровье и помогают нам, скажем так, прийти в норму, то есть также прилад, который, я считаю, не заменен в каждом доме, это прилад EcoFood. Этот прилад потребен для того, чтобы просто реализовать продукты карчевания, воду, какие-то какие-то проблемные в нашему доме, например, как кути с плеснявым, или какие-то другие в нашем доме и которые потребуют додатковой стерилизации. Этот прилад очень сручный использования, одна кнопка, 20 минут працюем, где мы его ставим, он дает в радиусе 50 см, у него невеликий радиус, но тем не менее, если мы помили, какие-то фрукты можем поставить, на воду можно поставить, на молоко, на рибу, ну, скажем так, мясо, все это можно стерилизовать, приладок, мы забудем, что такое, обливание кипятком, ошпарювание, какие-то там складные процедуры, для того, чтобы переконаться в том, что эти продукты действительно уже готовы до споживания, что их можно споживать, не переживать, а не перезараживая. Бо, очень часто мы приходим до того, что, например, петлямблії, те самые простые, которые люди там выводят руками, они, каждый раз с ними перезаражаются, через воду, бобок пилы той самой водой, через мясо, через какие-то другие продукты, они скажут, ну, не выводятся они, так? Не выводятся, потому что саме средовище постійно нас ними заражает. Пробор EcoFood забравит эту проблему, то есть мы дезинфекируем средовище и получим результат. Ну, еще одной привагой приладок Биомедис есть то, что это на сегодняшний день единственный приладок на всей территории СНГ, единственный компания, которая имеет все необходимые документы и сертификаты на прилади медичного призначения. То есть это и соответственно ЕВС сертификат, это полная сертификация в Украине, в России, в Кыргызстане, которые показывают, что это прилади медичного призначения, которые позволяют использовать медицинскую 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 практику. Ну, и, конечно, если продолжить, то тут можно продолжить величинный список тих клинических пробований, которые были проведены для компании Биомедис. И для меня было важливо, первое было запитание у меня, если проведены такие клинические пробования в Львове. Потому что мы, граждане, очень гордимся своим местом, и мы желаем, что наша медицина на лучше. И когда мне сказали, что так, профессор проводит свои пробования для компании Биомедис по вопросам самоденологических хворобов. И когда я побачила эти результаты, какая эффективность, и когда я знаю тех людей, которые принимали участие, это действительно показывает, что на самом деле компания Биомедис иде честным шляхом, иде тем шляхом, который, скажем так, допомогает нам бачить эти результаты и помогать людям. Ну, конечно, лучше ликовать под наглядом лекаря. Найкраще прелад, где работают медицинские укладывания. Я думаю, лучше они работают тогда, когда человек обратится к лекарям, когда человек получает консультации, и такие консультации можно поднимать в мереже наших консультационных центров. И сегодня в одном из таких центров мы находимся в городе Полтаве. И тут також есть специалисты высокого класса, лекаря, которые проводят и диагностику, и консультуют по тому, как правильно запрограммировать прилад. Ну, також для тех людей, которые хотят, скажем так, отримать очень высокий результат, и они, например, не могут сформулироваться в консультационный центр или еще раз отримать еще такую послугу. Есть послуга телемедицина. Это уже медицина 21-го столетия. Это консультации через интернет, когда лучшие профессионалы в этой галузе, кандидаты медицинских новок, доктори медицинских новок, то есть люди, которые прошли уже величезный шлях и умеют используются этими технологиями на очень высоком уровне. Они складывают комплексы для всех желающих. На данный этап это бескоштовно для тех людей, у которых есть прилады биомедицины. Они складывают комплексы для этих приладов любых комплексов, скажем так, только электропрограммуются. Високая качество всегда индивидуальный подход это смарт-лайн, это телемедицина 21-го столетия. Меня часто запитую, из какого приладу варто начать? Из прибора BioMedis Android, из прибора Mini, из прибора EcoFood. Я так скажу, что все эти прилади очень важны, потому что прибор Android это прилад, который просто не заменен в каждом доме, потому что он может заменить нам аптеку и походу до поликлиники и так далее. Прилад Mini также для проведения бюроизнации терапии. А прилад EcoFood это прилад для нашего домашнего господарения, для того, чтобы мы не мали проблем с нашими домашними хлопотами. Наверное, те люди, которые, скажем так, не очень понимают, как можно ликовать это приладами. У нас было много людей, которые использовали кофунт, и и мальчиков результаты, что молоко долго сохраняется, и так далее. И так далее. Ну, про то, какие результаты дают прилади, можно говорить так же годинами, потому что за тот час, пока с 2008 компания Biomedics пришла на рынок, вона еще отримала очень большую кількість разных результатов. И саме с приладами Android также отримано много результатов. И саме те, что люди, когда начинают пользоваться приладами уже третьего поколения, приладами смарт-медицины, уже приладами компанії Biomedics, они начинают звукати до того комфорта, который дает этот прилад. Например, если бы мне сказали, что давайте мы заберем у вас прилад, а лишим вам все, что у вас было до этого, я бы, напевно, не погодилась. Потому что это так же, как мобильный телефон, машина, так же, как те вещи, которые пришли до нас, и без которых, ну, скажем так, если их теперь забрали, то теперь будет без них очень тяжко. Ну, хотя, в принципе, возможно. Так же прилады, они нам нужны для того, чтобы просто поддерживать свой здоровье, чтобы держать свой здоровье в своих руках и помогать в первую очередь собе отримать хорошие результаты по здоровью. Ну, я хочу вам всем побажать, чтобы вы побачили для себя эту возможность, использовали ее, потому что именно с технологиями компании Biomedics можно будет вийти на новый уровень здоровья, на новый уровень уже в технологиях, визуловлений, на новый уровень комфорту и на новую якість жизни. И для того, чтобы эти технологии были максимально доступны каждой человеку, это автоматизирована система супроводов клиентов, это Smart System. Эта система позволит каждой человеку в ускоре обеспечения мережу интернет узнать о том, как можно решить свою проблему, как решить то заболевание, которое у него есть, вернуться в телемедицину, как можно купить прилад, как можно его программировать и как уже отримать результат. То есть это система, которая поможет великой к количестве людей понять, увидеть и открыть для себя технологии бюроизонансовой терапии. Я дякую вам всему за область, хочу передать слово Олене, очень приятно сегодня быть в этом месте, и, конечно, хочу поможать всем здоровья, здоровья, таки же гальні украинские мови, как Олеся, но я не очень молодежа, но я не уверена, что я все правильно скажу, но не будем экспериментовать, я буду тренироваться, а вот чаще приезжаю тут, я уже начала мыслить на украинском, как раз на российском языке, я сиду и аж насолошу, естественно, проскалась национальность арены, мероприятия, посредством живая презентация на 17.00, здесь время других офисов, и в субботу в 12.00 также у нас это день здоровья, где мы в нашем офисе обсуждаем все проблемы тех уже, кто приобрел даем консультации, рекомендации, перепрограммирование, помощь в составлении программ, ну, и каждый человек, который хочет поделиться результатами, он приходит в этот день, то есть получает консультацию. Также в понедельник, вторник, всегда 4-5 в 20.00 по Украине презентация «Будьте здоровы и успешны», это онлайн, онлайн-конференция, зайдя на сайт «Биомедис и НьюАн», мы можем попасть на эти презентации прямо в онлайне. В 4.12.00 по московскому времени медицинская интервент конференция проводит кандидат медицинских наук, именно биорезонансных технологий Ирина, Ирина, Ирина Малюзина. Что касается нашего офиса, нашего консультационного центра, у нас два замечательных доктора, дипломированные по биорезонансным технологиям, неоднократно прошедших обучение у лучших мастеров московских и украинских. Это Марина Юрьевна, я хочу представить, то, что многие, может быть, не знают. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина Михайловна. В стерегале этих докторов мне нужно будет перечислять очень долго, мы при личных встречах все это выясним. Доктора, поверьте мне, находим мы такие диагнозы, которые люди лечились годами. Я приводить могу примеры очень много времени сейчас, просто мы собрались на такую, скажем так, более информационную презентацию, вот именно в субботу я буду рассказывать очень много о том, что мы находили, как мы боролись, что получили, вплоть до документальных подтверждений, фотографий, заверений и лично присутствующих выздоровевших людей.